так в моем подкасте который выходит в рваном темпе сегодня гости и мои коллеги люди которые получили как называется присты кстати ну короче награду медиалиги до заложили медиалиги а вот всего медиа медиа мира медиа мира медиа вселенной да 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 соответственно как авторы лучшей программы лучшего сми о медиафутболе иван не классика и севастьян террецкий собственно говоря мы хотели хотел с ним поговорить на такие в общем профессиональные но понятные непрофессионалам тема скажите пожалуйста чем вообще отличается сми парамедиа футбол от сми не поправка такой обычный заурядный футбол тут наверно вопрос больше к себе потому что я никогда не работал в профессиональном футболе и я начал только даже не читаешь ничего вас читаю понятно там sports.ru всякие новости но никогда не работал в профутболе поэтому мне точно тяжело сравнивать ну ты смотришь все таки ну да ну скорее всего открытости иван ведь ты же эту программу тоже в основном смотришь так ты скажешь части создай дина ты за кадром верно да севастья ну конечно невозможно в профутболе такую открытость как она есть в медиафутболе люди в профутболе не говорят то что они думают медики вот это происходит хотя для меня это уникально потому что по сути в медиафутболе это же те же пацаны которые были в тех же академиях с теми кто сейчас в рпл ну многие то есть это по сути люди одни и те же но вот одни прошли через вот этот путь и их зацензурировали потому что если они что-то скажут это у них вызовет только проблемы в русском футболе и спорте который на мой взгляд абсолютно не рыночный и дотационный медийность тебе может принести только проблемы свастя но это привлечение потому что на самом деле сейчас вот если допустим после матча манчестер юнайтед прийти в смешанную зону там может вообще не появиться ну может там по контракту минимальное количество игроков должно пройти но в принципе все самое сладкое останется клубному тв которые естественно выложат только то что соответствует в частности политики клуба то есть это вообще получает свойство профессионального футбола а не нашего футбола ну возможно но просто мне кажется профессиональный футбол в европе на таком уровне что он уже самодостаточен и он как будто бы имеет право на такую закрытость а российский футбол который живет на госденьги мне кажется и из ну совершенно мало зарабатывает имеет права на такое нечего добавить мне кажется там просто более крупные бренды такие как там барселона реал их всегда смотрят у нас все таки но следят максимум за спартаком ну и зенит вот я например как болельщик локомотива но мне неинтересно клубное тв которые делают поздно родился что же сам теперь виноват твоя ровесеньки многие за локомотив болеют но совсем постарше как я типа за спартак в основном футболисты мои которые тебя постарше в основном за цска за локомотив тоже кто побеждал да то есть мне вот клубная медиа вообще не нравится как делают в этом наверно тоже есть проблема потому что ты смотришь вот даже марился барселоны просто как они там идут вот мы друг другу скидываем видос но это вообще кайф но они стильности делают это клубное видео на самом деле там есть еще профессионально футболе такая штука которая практически нет профессионально спорте в россии это собственно грей социальной сети игроков вся отмечает таком поставил лайк кто над кем как пошутил в россии я вот последнее что помню это то что изидор какую-то шутку понял на русском языке это был еще в локомотиве каким-то образом на нее еще смешно среагировал у кого-то день рождения был какой-то но он все время матерился просто на русском языке на самое известное с лайком это наверное ященко и глушаков когда они лайкнули назарова стихотворение ну и понеслась ну да это такое в общем но этот частный скорее случае на самом деле вот я на ленте новостей постоянно вижу что происходит социальных сетях кого угодно там даже самая последняя история вот сейчас чуть не недавно молодой парень этот аргентинец из манчестер голом головой гол забил гарнача до гарнача и кто-то пошла информация сапарнувши просто все процитировали на самом деле фейк про то что месси отписался от его блога под от его инстаграм потому что он поклонник аналду оказалось что без вообще никогда не был подписан его аккаунт ну да там прямо отслеживают это все ну блин для них как будто это гораздо больше чем для нас нет о чем для них социальной сети так тени не я вообще говорю про футбол европейского футболиста социальной сети да его актив это точно может быть полезен своим спонсором потенциальным вот благодаря чему он капитализирует себя у меня просто такая мысль что да кстати я забыл сказать что инстаграм естественно сеть запрещенная в российской федерации остальность вот ну в принципе не знаю по моему роналда самый большой instagram у него самый большой в мире и там одна интеграция стоит каких-то просто космических денег но я вот считаю просто то что в российских футболистов ну топ футболистов настолько большие зарплаты что любое рекламное предложение которое им прилетает она им просто неинтересно потому что главное предложение так иначе будет рыночным или как маленький ну и рынок и маленьких вот он такой а те деньги которые они зарабатывают в клубах своих они абсолютно не рыночные то есть они они не основаны на том, сколько людей ходят на стадион, не основаны на сколько подписок на их, ну, то есть, сколько мерча покупают и всё остальное. Отлично, как раз хотел, чтобы опался на эту удочку. Хорошо, а вот тебе не кажется, что поведение медиафутболистов и медиакоманд, оно ведь тоже, по сути, нерыночное, потому что это так только кажется, да, привлекает большое количество внимания, но какому же спонсору захочется вставать рядом с драками, вот, посмотрите на все эти образы, ну, это что ориентировано, ну, мало того, что это детская аудитория, то есть, спрашивают, что там можно рекламировать, что вообще половину решений по приобретениям в семье больше принимает женщина, как известно. Вот, мужчины интересуются машинами, которые сейчас не имеет смысла рекламировать, чем ещё мужчины интересуются какими-то аксессуарами, одеколонными, антиперспирантами, средствами для того, чтобы всё было нормально с простатой. Ну, букмекеры же приходят. Букмекеры приходят везде. Да, мне кажется, это просто лёгкий способ привлечь внимание к себе вот эти все стычки, то есть, есть, например, Женя Спиряков, который делает, ну, реально крутой контент, и к нему приходят, по-моему, не только букмекеры, но у него есть и другие спонсоры, поэтому тут всё зависит конкретно от блогера. Не, просто так или иначе, букмекеры – это всё равно, ну, это рыночный партнёр. И в медиафутболе, и в профессиональном футболе мы примерно же понимаем, какие деньги даёт букмекер Спартаку или Зениту. Большим. Там 350-400 миллионов, ну, если я не ошибаюсь. Ну, наверное, наверное, всё равно. Но это же даже не зарплата одного Малкома. Ну, то есть, это даже не окупает зарплату одного Малкома. Ну, Малком, наверное, может быть, самая высокооплачиваемая всё-таки. Да, ну, окей, это не окупает зарплату Ерохина, Мостового и Сутрумина. Вот втроём они вот этот… получают весь контракт, по сути, букмекерский. Зато представьте, сколько такие деньги можно было купить Сутруминых, как известно, продавцы 50 тысяч рублей. Но я говорю про то, что вот как раз это рыночные деньги, и тогда зарплаты должны быть соизмеримы, и тогда им было бы интересно становиться медийными, чтобы зарабатывать ещё больше. А когда тебе предлагают, ну, я знаю эти истории, когда футболисты просто слышали стоимость, ну, например, там, миллион, они говорят, ну, мне это неинтересно, я ради этого не поднимусь. Мне кажется, ещё в нашем российском футболе очень токсична аудитория, потому что вот Смолов, Дзюба у нас активные, ну, более-менее в медиа, и их сразу все хреначат, но есть же такая тема. Ну, есть такая тема, да, но если я что-нибудь похабанно напишу про младшего крапа, мне тоже накидают. Правда, пропорционально с разной небольшой подписки на мой Телеграм для медиа, вот, но тем не менее. Хорошо, как вы думаете, вот я попрошу Ивана, ответит он, арабеет, насколько сильно по миру медиафутбола ударило то, что теперь нет монетизации в Ютубе? Сложно сказать, тут, наверное, надо больше к большим блогерам, таким как Герман Эль Классика, у которых там было огромное количество просмотров, и они, я уверен, получали хорошие деньги от Ютуба. Но у меня точно нет таких цифр, и я не могу тут сказать. Какой процент потеряли своего дохода из-за отключения монетизации? И сильно ли у вас просили просмотр? Просмотры, скорее, в моем понимании, они проседают от того, что появляется более высокая конкуренция, а аудитория в целом не растет. И просто проще обходиться без того, чтобы посмотреть какой-то конкретный выпуск. Я должен сказать, что я смотрю достаточно много контента о футболе, и для меня это сродни работе. То есть, если бы это было для Бутвельдера моего интереса, я бы столько не смотрел. А вообще, честно говоря, я всегда относился к этому как к некоторому бонусу. Вот и все. Тем более, что у нас, например, половина того, что занимает наше время, это сериал про Эгресси, там вообще никогда не было коммунизации, потому что мы там используем любую музыку, и, соответственно, это все улетает производителям. Ну, то есть, на вас это не сильно сказалось? Ну, скажем так, менее сильно, чем иные обстоятельства. Все-таки меньше вообще реклама стала, меньше интеграций. Что сейчас рекламировать? У нас прежде были контракты, допустим, связанные с Еврокубками. Если не ошибаюсь, у нас был в 11 годов довольно большой контракт, несколько выпусков программы про Лигу Европы, кажется, потому что там спонсор, там шинная какая-то компания была. Shell, по-моему? Нет, не Shell, другая, я сейчас не помню точно. Ну, я помню, что такое. Вот, было гораздо больше, были спонсоры, которые, ну, в смысле, была реклама бытовой техники, сейчас ее нет вообще. Вот, была реклама телефонов всегда, гаджетов каких-то, их сейчас нет. Реклама компьютерных игр, сейчас нет. Сейчас реклама у нас в основном пицца, банковские услуги, ну, и еще эти вечные наушники, которые делают Тюменский Илон Маск, вот тоже они прям, вот просто как тараканы в некотором доме, хотя, наверное, это не стоит говорить, просто вдруг высыпаются вот такой большой горстью на стол эти наушники. И вот так. Ты даже вспоминая прошлое МКАЛ, год 19-20, наверное, когда у них на форме была Кока-Кола, у них были… Виза, по-моему, или что-то. Виза, БИЦы, наушники, ну, то есть, мне кажется… Это ее Adidas. Да. Сейчас, по-моему, только одна команда, ну, у тех, у кого есть партнеры, по-моему, только одна десятка имеет партнеры, не букмекеры, а Megafone. Ну, там тоже, мне кажется, это больше связи с руководителем. Ну, в данном случае, да, но, тем не менее, это прецедент. Не, ну, были там истории… У Баса, Спар был. У Баса был, Спар, да, магазин, но я, насколько знаю, это более такая коллаборация, нежели реальная финансовая выгода. Ну, я, честно говоря, думаю, что букмекеры были бы выгоднее. Нет, сто процентов. Ну, у него был как доп-спонсор. И они, по-моему, им закрывали там пиццу, воду на весь сезон. Понятно. А у вас есть вообще представление о бюджетах команд? Вот я… Просто никто не возразил. Я подписан на ведущие телеграм-каналы про медиафутбол. Кто-то из игроков, чуть ли не Йена Миллер, кто-то из медийных игроков Чистой Питера говорил, что сезон… Я, правда, прям читал, мне прям завидно было. Сезон в МФЛ – это десятки миллионов рублей. Ну, думаю, да. Думаю, у Чистой Питера точно. Про Чистой Питер вообще фигурировала сумма в 180 миллионов, учитывая, что они один сезон провели. Я просто не знаю, на что можно потратить за сезон. 18 миллионов – это на год? Ну, на сезон. Не, на сезон я не тоже не знаю. Я отвечаю за эту цифру. Она фигурировала в медиа, она не была никем опровергнута, поэтому просто тут слух тоже информация, поэтому его имеет смысл обсудить. На самом деле, Чистой Питер сложно оценить, потому что они бесплатно получают инфраструктуру, они бесплатно получают продакшн. Ну, как это… Не то, что бесплатно просто падает, а то, что это «Зенит» даёт. Ну, да. И это большая экономия. Но у них есть дорога при этом. Дорога, ну, да, она есть, но, тем не менее, у них очень хороший… Как я понимаю, ему очень сильно помогал «Зенит». Сейчас у них очень хороший контракт с новым их спонсором-букмекером. Прям очень. Он, наверное, топ-4 или топ-3. Топ-3 сейчас. Топ-3 вообще во всей лиге. В медиа-лиге. Да, в медиа-лиге. А, по контракту именно топ-3? Да. Ну, не знаю. Ну, я думаю, в пятёрке железно. Ну, железно же в пятёрке. Ну, в пятёрке, думаю, да. То есть, там прям большие деньги. Ну, пока это выглядит, кстати, как раз странно. Но, как я понимаю, там цель зайти в город. Через вот это зайти в город. Поэтому, видимо, такой большой контракт. Понятно. А когда можно будет рассчитывать на то, что по видеосвязи участники «Чисто Питера» будут применять участие в твоей, в вашей программе в медиа-года, в медиа-футбол? Не, ну… У Генечка Миллера звали. Гена Миллер был даже не один раз. Ну, я звал как-то… Сергея Лапочкина, по-моему. Ну, не, были идеи там и Радимова, и Лапочкина позвать в какие-то моменты. Ну, просто иногда они совпадают по датам. Поэтому я и говорю по видеосвязи. По видеосвязи мне не нравится. Мне кажется, мы хотели в момент, когда «Чисто Питера» вылетели, когда вот с «Файт Найт» сыграли. Помнишь, скандал был? Да, какой-то перебил. Но там был прикол в том, что они играли на середине недели, а на выходных уже были четвертьфиналы, где вылетели «Амкал», «Тудроц». Да, да, вы как раз тогда приходили. Так что вот. Приходил. Хороший был выпуск, кстати. Меньший повод, чем выбить «Тудроц». Не повод, да. Ну, он, кстати, хорошо собрал там 340, по-моему. Ну, я думаю, что это событие собрало. Не, ну, все равно важно, чтобы… Нет, когда со мной разговаривают незнакомые люди вдруг где-то в магазине или, я не знаю, там где, про медиафутбол, такое редко оно бывает, все спрашивают именно, все вспоминают именно этот матч, собственно говоря. Вот я уж не знаю, там, сколько народа его посмотрело, количественно. Вот. Да, я прям вспоминаю этот день. Расстраивался. Грустил. Ну, ладно. Не будем превращать этот эфир в эфир про наши все истории. Хорошо. Тем не менее, вот как вам кажется, кто из… Вот, в первую очередь, кто из футболистов? Вот про клубы понятно. Клубы, они стремятся создать некую свою индустрию для того, чтобы быть более интересным партнером и так далее. А кто из футболистов конкретно ведет себя как-то осознанно выстраивать свою стратегию, как вам кажется? Вот, по-моему, Кап не выстраивает стратегию. Нет, у него просто все липнет. Да, вот он просто… Есть люди во всей этой тусовке, которые генерируют контент осознанно, как Эд, например, или как Женя Спиряков, или как Фидос, или как Арчи, Фролл, там много пацанов. А есть кто неосознанно. Это как там Володя, Краб, кто еще, я не знаю. Они просто говорят, не думая. Нет, они просто… Это собирает. Я реально… Он же там постоянно говорит, я не знаю, что случилось. Он же всегда такой еще… Говорит, я не понимаю, я не знаю, кто в этом виноват. И он реально всегда влипает. Вот мы были на турнире в Казахстане. Где слаб, он там несчастье. И он даже там потерял какую-то цепочку, которая стоила просто каких-то космических денег. И ты думаешь, ну блин, ну тут как будто бы он реально ни при чем. Но все равно именно он всегда влипает в какие-то истории. Да, у нас на каждой тренировке один и тот же человек забывает то трусы, то термо, то что-то еще. Вот, в принципе, как вот Жерар Депардье говорил, я эту фразу тоже сделал на вооружение. Депардье как-то сказал, что он за свою жизнь похудел килограмм на 40 уже. Вот, я тоже так говорю. Этот парень, в принципе, если бы не возвращали, он бы, наверное, уже примерно три шкафа потерял бы одежду, мне кажется. Ну вот я так думал насчет вашего вопроса, кто из футболистов, мне кажется, манна. Потому что он начинает и музыку писать, он и влог начал свой снимать, как будто он потихонечку выстраивает. А Бирюка как-то оцениваете? А то он меня зовет на подкаст, и он думает, идти не идти, да? Бирюк старается. Да? Понятно. Но все-таки, ну вот Фидос профессиональный журналист, так или иначе. Мало того, я даже сказал, что он больше, чем журналист, потому что у него была куча там проектов коллапских всяких и так далее. Он еще и шоумен. И шоумен, да, безусловно. Безусловно. А кого еще называли? Начкап у нас неосознанный. Спиряков. Спиряков, строго говоря, уже бизнесмен, мне кажется. Но он при этом и рассказывает про свой бизнес. Да. Он нашел реально крутую модель, которая монетизирует его видосы не только с букмекером, но еще и в его бизнес. То есть, я уверен, что без вот этого контента он бы не смог стать настолько крутым в том, что он делает. Это топ вообще из творения, мне кажется. Ну да, конечно. А Эд, он такой медиафутбольный. Вообще, это редкий кейс, в особенности, если сравнивать его даже с профессиональным футболом. Потому что я известный человек, чтобы каким-то образом трансформировать свою известность, что часто бывает в Европе и за ее пределами, в дальнейшую жизнь. Вообще, я вот не знаю такого примера в российском футболе. Ну да. Ну, тяжело вспомнить. Я знаю многих футболистов, которые, имея заметные карьеры, в дальнейшем не связаны с футболом никак. Вот, если я не ошибаюсь, был такой футболист, играл за сборную России, поиграл во Франции за ПСЖ Александр Яновский. Он, если не ошибаюсь, работает в банковском бизнесе. Ну, может быть, это изменилось давно. Вот, и, может быть, недавно, может, и не изменилось просто, поскольку он не в тусовке и вообще ничего о нем не знаю. Вот, но, тем не менее, это другое, это просто человек другим занялся. Вот и все. А чтобы вот так вот как-то конвертировалось, Спирюков, наверное, уникальный кейс. Что-то, я не знаю, подходит этот пример или нет, но уже не Савин. Он вот, по сути, как раз за счет футбольной карьеры и того, что, ну, никто не будет общаться с ним. Ни с кем другим, кроме как с ним, футболисты не будут так общаться. И он это использует и монетизирует. Потому что знал точки, да. Но Савин, это скорее преображение. У него не было никакого капитала подобного по окончании карьеры. На последние деньги в Турцию уехал, он рассказывал. Да, за исключением того, что он эффектно выглядит. Мне кажется, что гораздо более был. Он смог свою вот эту карьеру футбольную монетизировать вот в это. В то, что он стал топ-блогером. Ну, может быть, может быть, да. Но вот с чего он стал именно топ-блогером, я не знаю. Мне кажется, все-таки это скорее классический пример, когда футбольный человек оказывается способен на нечто большее. Но и зачем вот, к примеру, с поправкой на современные средства массовой информации, чем карьера Сайта отличается от карьеры, например, Маслаченко. Вам ничем. То же самое. Человек вот занялся, так сказать, СМИ. А до этого, между прочим, тренировал сборную Чада. И до сих пор, ну, в смысле, как до последних дней вспоминал иногда про то, что у него там в Чаде было, какие он там пробовал схемы и так далее и тому подобное. Но Сава Кокрасава уже тоже, в общем, недалеко ушел. Команда у него есть футбольная? Ну, да. А, кстати, вы без футбольной команды живете? Я вот не понимаю. Ну, кстати, было несколько заходов на то, что вот давай ты пойдешь, будешь помогать. Или вот давай что-нибудь типа сделаем. Ну, это было до всей этой деятельности. Не-не, даже сейчас. Даже сейчас. Иногда говорят, давай ты будешь помогать, консультировать. Но я понимаю, что людям выгодно меня куда-то позвать, потому что они понимают, что у меня будет большой ресурс, по которому я буду все время об этом говорить. И так или иначе люди узнают. Ну, и люди об этом узнают. Но мне это вообще неинтересно. Потому что мне нравится моя нынешняя модель, я ни с кем никак не связан, и это даёт мне возможность быть хоть сколько-нибудь. Эти возможности, да, я помню, я, к сожалению, не смог прийти на второй президентский стол, но на первом я помню, как Сева вот так вот делал. Ну а как там ещё делал? А в Талли комнату смотрели, там он вообще орёт, тишина! Нет, ну а как ещё? Когда 13 человек, и все достаточно... А то, когда приходишь на футбол-утоке, сидишь там в углу, как мыши, иногда по какому-то вопросу зарубишься. Надо как-то отыгрываться. Когда 13 человек, все максимально харизматичные, ну не все, но большинство харизматичные, но при этом меня иногда удивляло то, что практически каждый президент, человек так или иначе связанный с медиа, понимает, что мы сейчас делаем контент. Даже в этих условиях многие что-то там шептались, переговаривались, они же должны понимать, что нельзя так делать во время записи, потому что это тут же брак по звуку. И поэтому я понимал, что если я не буду жёсток, то будут проблемы. Ну понимаешь, конечно, это брак по звуку сразу же. Тебе же сказали не трогать основания микрофона, ты же его трогаешь. Мне сказали не стучать. Ну хорошо всё равно. Да, всё. Окей. Не кажется ли тебе, что... Это вопрос, я сразу скажу, не связан с моей личной заинтересованностью, если что. Не кажется ли тебе, что круг людей, которые регулярно бывают... То есть есть люди, которые просто практически живут у вас в программе. Я не имею в виду соведущих. Никиты и Федоса, которые, в общем, более-менее всегда. Вот. А, соответственно, вот не ведёт ли это какой-то узости взгляда? Ну я понимаю, это, наверное, речь про Райзена. Ну Текила, Райзен. Ну Текила, кстати... В последнее время он стал часто... У нас вообще с ним были странные какие-то отношения. Ну в последнее время много свободного времени появилось тоже, извините. Во второй сезон Медиалиги, это был первый для меня сезон и первый сезон программы. У нас какие-то были тяжёлые отношения. Он почему-то думал, что я пытаюсь всё время его как-то задеть и выставить его в плохом свете. Он не понимал то, что мы просто делаем контент. И потом мы наладили отношения, стали его звать, начиная со второго сезона «Стола». Но он, как и Райзен, как и Сибович, это люди, которые вызывают эмоцию. Ну они способны вызывать эмоцию у всех. У участников. Тебе хочется реагировать на это. А это позиция, это харизма или просто какое-то ещё другое свойство личности, Вань? Мне кажется, каждый из них имеет своё мнение. Кто-то с этим согласен, кто-то нет. Получается, дискуссия живая более-менее. Поэтому, мне кажется, это приковывает внимание. То есть я когда даже сижу в аппаратной, мне интересно слушать. Темнение, да? Мне кажется, у всех разное. То есть у кого-то это харизма, такое вырождённое. Например, Райзен. Он же вообще прославился на реакциях. Когда тебе хочется смотреть реакцию, когда это у тебя... Да, реакция – это вообще антимнение. Это реакция на нечто, что произошло в твоём присутствии. Вот, и поэтому он идеально в этот формат всегда заходит. Если нету какой-то прям глобальной темы, ты всегда можешь позвать Райзена, и он даст инфоповод внутри стола самого. Ну, то есть как можно представить, что приходит Райзен... Я теперь буду понимать, что когда Райзен в студии, значит нет глобальной темы. Нет, но он сам создаёт инфоповоды регулярно. То есть когда ты понимаешь, что Райзен приходит и просто начинает рассказывать про историю с этим договорником, типа договорником Амкала в Саранске, и Фидос, который никогда ни на что не реагирует, он просто начинает кричать. Ну, то есть вывести Фидоса – это очень сложно. Человек, который там всегда всё сведёт на иронию какую-то, на смех, шутки, а он его вывел. Ну, это же достижение, это скилл. Ну, наверное, наверное. Ну, честно говоря, умение вызывать раздражение мне не кажется каким-то особенно ценным скиллом. Ну, не каждый это может сделать. Человек, который всех бесит, да. Why not? Хорошо. Ну, а мы не ответили, ведёт ли это к узости, да? Ну, да, ведёт ли это к узости, давайте поговорим. Но мы всё равно, так или иначе, пытаемся периодически встраивать... Ну, в третьем сезоне у вас практически жил Паша Техник, который, в общем... Почему он один раз был? Ни о чём, кроме себя, разговаривать не в состоянии. Это было странно. Он пришёл один раз, это самый неудачный был выпуск, хотя я думал... По просмотрам, да. Он просто сейчас всё соберёт, потому что, ну, он человек-мем. И там ещё был прикол, назовём это так, что он вышел из кома как раз неделю назад. Да, я согласен, это было очень спорно. Но тогда шоу мы только запускали, и мы, наверное, думали, что можно будет делать что-то разное, чтобы вот один выпуск был просто смешной, а другой... Они и сейчас разные. То есть где-то есть выпуск, где просто собирается такая какая-то ламповая такая тусовка, и мы просто обсуждаем новости. Где-то может прийти Райзен и Сибыч и с Камилом Гаджиевым решить что-то, что тоже не всегда происходит на столах. А где-то мы можем прям столкнуть людей, у которых конфликт. То есть это всё разные истории совершенно. Вот тут мы подумали сделать что-то такое смешное, но не получилось. Хотя меня забавляет. Я тоже смеялся. Ну, типа, это глупо, это не какой-то там великий контент, но мне было забавно. Даже сейчас, когда включаю, иногда это забавно. Человек видел Марадонса. Ты читал Пейджер много думал, да? Ну, это да, это спорно, это не удалось, и мы больше к такому не приходили. Ну да, как-то заодно это иссякло и в медиалиге тоже, потому что там какие-то были попытки реанимирования, что, может, всё-таки он сыграет за козлов. Как это уже больше никого не интересовало. Я только, кстати, вспомнил неожиданно, что вот сейчас, приведет к моменту записи нашей студии, в одном из последних туров Чемпионата России, подкатился под тренера футболист Ахмата, под тренера Спартака. Все это обсуждали несколько дней. Это тоже впервые произошло в медиалиге. Совершенно спокойно. Во второй медиалиге наш Струнин подкатился под Градиленко во время матча с козлами. Не намерен. Ну, пойдите, поясняю, намерен или не намерен. Игорь, конечно, поприятнее, чем Бериш. Да, может быть, кинувит, зато он попал. Ну да ладно, хорошо. Я, на самом деле, часто замечаю, что в профутболе происходят такие вещи, которые даже в медиане происходят. Ну, типа Бериш и того же. Или вот вы видели? Страсти посерьезнее. Вот этот момент, когда сборная ФНЛ освистала Володю, когда он не забил решающий буллит. Они прям накинулись на него, начали кто-то толкать, кто-то свистеть. Один в одну головой. Вот такого даже нет в медиалиге. Там я читал, что кто-то написал, что он вроде как даже заплакал. Нет, это я не видел. Я бы очень удивился. Ну, вы понимаете, что такого даже в медиалиге нет? Чтобы вот такая реакция была команды на игрока, допустим, который не забил буллитальть. Мне кажется, этот матч для них прям такая отдушина была. Да, они расслабились. Потому что они постоянно скованы, у них постоянно результат. А тут они вышли поугадать. Мне кажется, они просто восприняли то, что для кого-то, кажется, в медиалиге, кажется, обычным делом, но они-то восприняли, как оскорбление. Возможно. Там же довольно много было кавказских ребят. Да. Да, Алану Маратовичу даже прилетела. Такая плеуха. Я задался вопросом, что было бы, если бы эта Бериша под Алану Маратовичу подъехала. Абсолютно уверен, что были бы похороны в течение двух-трех дней. Не знаю, чьи. Там Дэн Безопасность рядом. Дэн Безопасность. Всё, ну что, ребят, это же было очень хорошо видно. Дэн Безопасность кайфовал от того, что на этом матче он не безопасен, а он сторона. Вот он, так сказать, из-за своих спокойно совершенно впрягался. Мне в целом, честно говоря, не особенно понравилась эта игра. В плане футбола? Сборной, да. Потому что у меня действительно после этого возникает вопрос, зачем сборная нужна. Вот так. Потому что, ну, с одной стороны, праздник. С другой стороны, если я правильно понимаю, в день игры ездили на экскурсию в Дербент. Нет, за день. Ну, значит, за день. Но всё равно была обширная культурная программа. Вот. Зная о подготовке команды, в общем, серьёзно, она не готовилась. Безусловно. Ну, это ладно, в конце концов. Но меня вот больше всего выбесила серия Булеталити. То, что дали Медийным всем пробить. Ну, это вообще какой-то бред. Потому что, в принципе, зачем нужно было три счёта? Для того, чтобы посмотреть на состязания в разных видах. Я просто не понимаю, как должны футболисты, которые, ну, так или иначе, готовились в неделю, приехали на эту игру смотреть. Это то, как Дима Егоров переодевает штаны и бежит бить мимо ворота. И ТТ Килов, значит, тоже, не снимая папахи, всё это организовывает. Я вот, честно говоря, просто не знаю, кому надо интересно смотреть. Ну, а вы вообще заметили то, что... Я уже что-то не понимаю. Всем теперь интересен чисто футбол, профессиональный футбол. Никому уже вот эти медиа-перформансы, они никому уже не интересны. Ой. Все хотят смотреть рубку, реальную игру на результат. Даже вот в матче Динамо-Тудроц во втором тайме, когда Кузнецов дал поиграть всем, кто мало играет, и даже медийным, типа Мбаппе и Крапа, интерес начал к матчу падать. Согласен. Но это вообще... По этому пути развивается любой из спорт фриков, собственно говоря. А бои разве не боятся, в принципе? Раньше всё было интересно, как вообще дерётся. Сейчас, примерно, к каждому бою все обсуждают шансы. Ну да. У этого руки длиннее, у этого была травма ноги. Что-то ещё в этом роде, там, не знаю. Я бы больше по ММА смотрю, там, как его зовут, братья Пола, если я не ошибаюсь, да? Одного зовут Джейка, а другого я не помню как. Да, Логан. Логан, да, Логан. Вот, надо было как раз это имя, я помню, по крайней мере. Вот, тёзка модели Рено, я бы сказал. Ну, с Мэйвейзером хороший бы он был. Ну да, вот тоже. Я прям даже расстроился, я надеялся, что Флойд положит спокойно. А если бы он положил, не нужно было бы второй бой проводить? Возможно. Какое прозвучиво у Мэйвейзера? Деньги в мане. В мане. В мане. Ну, хорошо. Как вы думаете, когда организаторы Медиалиги начнут на ней зарабатывать? В данный момент просто сам партнерсный взгляд указывает, что средства, которые поступают в Лигу от спонсоров, это из других каналов, они абсолютно все идут на развитие. Мне кажется, вот прошлый сезон Медиалига точно заработал. Мне кажется, вот второй сезон был не очень прибыльный, как и первый. Ну, первый точно в минус был, потому что Коля неоднократно даже, по-моему, рассказывал, что... Ну, об этом он просто прямо говорил, да? Да, собственные деньги он тратил для того, чтобы провести матч в Нижнем Новгороде, полуфиналы, чтобы придать статусности. Второй сезон, мне кажется, тоже не особо был в плюс, а мне кажется, с третьего сезона уже... Второй точно вернули то, что... Ну, наверное, вернули то, что потратили в первом. Ну, и второй вообще был сложный из-за ситуации. Ну, все помнят, что произошло, и это было тяжело. Третий, я не знаю, у меня сомнения, но четвертый, судя по тому, что Лига частично ушла в ВК, финал был эксклюзивно в ВК, это явно деньги. Было очень много напитков, чипсы, ну, плюс букмейкер, ну, то есть, очень-очень, да, банк, появилось много спонсоров. Ну, и разъездов было больше. Сто процентов, да, и... Я просто на что обращаю внимание все время, Лига вообще перестала, ну, как, не совсем, конечно, но перестала считать на продакшене. То есть, допустим, сделали третий игровой день в понедельник как-то раз, что дополнительные деньги, да, что-то еще там сделали, ну, все на свете. Ездили по городам не только на... Да, даже в Москве два стадиона разных были, что тоже дороже. Ну, тут прям большой респект Коле. Многие его постоянно хейтят, а тут нужно прям поаплодировать. Я ненавижу стадион Воденцово, там нельзя близко подъехать вообще, ненавижу. Мне еще и зрело-то выехать так себе туда. Ну, там, мне кажется, основная еще проблема – это, ну, газон. И когда ты смотришь по трансляции, ну, это вообще... Там он бликует, это несмотребельно. Единственное, плюс там раздевалки еще более-менее, и все. На этом больше не преимущество. Сама структура внутри – класс. Я ничего плохого не хочу сказать, хотя, в конце концов, в какой стадионе есть такое есть. Ну, если даже говорить о раздевалках, ну, просто вот раздевалки, к примеру, на Москвиче, видно, что это просто новый стадион. А раздевалки в Оденцово, они, безусловно, прилично там отделаны, но они тесные, например. А в Оденцово не тесные? Я про Оденцово говорю. Ой, в Москвиче не тесные? Мне казалось, там тоже не прям... Там разные есть. Ну, я видел, как маленькие, видимо, так есть и больше. Но на Москвиче никогда не возникала проблема с тем, чтобы всем было видно, допустим, тренера с доской. А в Оденцово это прям сложно. Мелочь, конечно, я понимаю, ну, что делать. Мне москвич ущек классный. Вы, кстати, верите, что к весне построят стадион медиалиги? Ну, это не вопрос веры, наверное. В принципе, стадион-то построить дело недолгое. У нас еще вот три года назад ЛФЛ Лига Свау вообще играла за пределами административного округа, потому что не было нормального стадиона. Сейчас два. Отремонтировали вот сейчас второй на Свиблова где-то. Ну, ладно, это, в общем, все это не пробиранные палатки. Кто любимый персонаж? Могу спрашивать смело, потому что это точно не я. Любимый персонаж? Мне кажется, у меня Сибыч, Райзен и, наверное, Федос. Но Федос скорее соведущий, разве нет? Не, на столе, в смысле, или... Ну, хорошо, вообще, вот в этом всем пространстве. Ну, Маврин топ. Потому что он, помимо того, что у него хороший футбольный скилл... Ну, он псих. ...то он генерирует контент. И он доказал, что он может это делать даже вне Амкала. Ты знаешь, за что его однажды пожизненно дисклифицировали в ЛФЛ? Нет. Он был недовольным решением судьи, его выгнали с поля, он не уходил. Я это знаю, естественно, со слов, но просто это реально легенда ЛФЛ. Вот, в конце концов, его увели, это уже был конец игры. Но когда закончилась игра, вот судья тоже закончил игру, пошёл к своей машине, и Вась пошёл к нему, и уже около его машины долго с ним разговаривал, и не позволял ему уехать. Вот, и тут, в общем... Человек любит футбол. А? Человек любит футбол. Да, 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 человек понимает футбол, так как больше не понимает его никто. Нет, ну, смотрите, кажется, в четвёртом сезоне он доказал, что он может совладать собой. Ну, в конце концов, люди меняются, чё ж... Ну, во-первых, мне кажется, важно то, что он реально показал пример того, что, кстати, Краб его тоже показал, что можно оставаться интересным за пределами Тудроц и Амкала. Можно уйти, и чтобы к тебе по-прежнему сохранялся интерес. Ну, а Броки разве не доказали, что может быть интересным за пределами Тудроц и Амкала? Ну, Броки тоже это уже такой топ-клуб, да? Вот есть же такая легенда, что все, кто уходит там в аренду или за тем, чтобы выйти за пределы медиафутбола, у них не получается, когда они уходят из Амкала или Тудроц. А Вася и Краб, они показали то, что можно что-то делать. Например, Вася стабильно делал контент, он стабильно делал вот этот контент неосознанный на футбольном поле, но если бы не то, что он исполнял в финале, он был бы гораздо скучнее, 100%. Огромное преимущество Вася именно в том, что он топовый футболист. Один из лучших игр. Нет, это было хорошо играть, никаких вопросов. А Краб, если посмотреть у Народный, вот этот сериал, который они делали, это хорошие клики. Ну, они сыграли хорошо. Ну, может быть, но я, честно говоря, не отношусь серьёзно к Крабу как к футболисту. Мне кажется, что это то, что в баскетболе называется гаражный баскетбол, когда один на один круто, но на нормальной поляне это не будет... Ну, персонажа. Ну, это вообще безусловно. Конечно, персонаж. Ну, мы как раз сейчас про персонажей, да? Мне кажется, ну, и про персонажей тоже, да. Мне, кстати, кажется, что у Краба есть ещё такая неиспользованная возможность. Я бы выпускал мягкие игрушки в виде Краба. Или, может быть, наоборот, пластмассовые игрушки. Я прямо представляю себе, как вот едет свадьба, и впереди на машине укреплена такая фигурка Краба. У вас кто персонаж, любимый? Ой. Без агрессии. Дело в том, что я же не очень много, на самом деле, смотрю так в общей сложности. Но я, безусловно, слежу за такой твёрдой поступью моего давнишнего товарища Саши Зуева Луи Бетона. Вот. Да, вот это удивительное дело, в принципе, что я, что он легкий на подъём, но вот уже 4 года я не могу откликнуться на его приглашение поехать на дачу поедать шашлыков. Вот. Значит, ну, мне, безусловно, нравится Фидос. Очень привлекает. Но, скорее, даже в профессиональном смысле, в большей степени. Хотя то, что он в итоге, когда оказалось нужно, сыграл, мне кажется, это тоже очень круто. Вот. Ну, и я же тоже где-то трёх назвать, наверное, кого-то, да? Я бы ещё слона отметил. С ним я меньше общался, но, наверное, стиль. Наверное, стиль. Вот. Мне очень нравится, что он, казалось бы, мало делали то, что привлекает внимание, и всё равно его привлекает. Ну, он такой, Дэвид Бэкхэм. Ну, наверное, наверное, да. Хотя больше похож на Билана. Я про ролевую модель. А Фидос, если честно, я бы хотел, чтобы он ушёл, замкал. Почему? Ну, он не будет играть. Сейчас, когда у них есть Мухин и Швагерев, он просто не будет играть, а я хочу, чтобы он играл. Я уверен, что он может играть, и он может быть ярким на поле, он может давать шоу на поле. Я не хочу, чтобы он просто сидел на скамейке. Ну, у нас, конечно, не всё занято. Ну, мне кажется, что… А хочет ли сам Фидос сейчас играть? Я думаю, он хочет. Вот он хочет играть в футбол. Баня, он точно хочет играть в футбол. Я с ним никогда над этим не разговаривал. Он, во-первых, уже не юноша. И если он бросит сейчас, то он бросит насовсем. Я просто уверен в том, что Фидос тоже 100% останется самодостаточным вне Амкала и даст кучу медики любой команде, в которой придёт. Ему просто надо найти команду, которая будет ему близка по вайбу. Пусть будет Фидос, да. Потому что вот я очень… Мне нравится такая… Давно придумал такую манеру мышления. Просто я однажды вот по мотивам прошедшего года календарного, проходящего уже… Вот есть момент, когда я страшно хотел бы посмотреть на ситуацию глазами Фидоса. Это когда его на булеталите обыграли, он лежит беспомощно, смотрит на то, как сейчас с мячом зайдёт в ворота форвард, и он с линии ворот херачит. Мы в этот момент стояли за воротами этими и видели вот эти глаза Фидоса. Ну, это был шок, реально. Ну, это был шок. Я причём держу камеру и думаю, ну всё, Шайон забивает. И вот так в сторону отвожу, он не забивает, и Фидос вот с такими глазами просто на нас смотрит и начинает орать. Это было совершенно невероятно просто абсолютно. Это очень круто. Это, наверное, один из главных вообще хайлайтов российского футбола за прошлый год. Ну, мне сложно об этом судить, но, в принципе… Сейчас, если учесть ещё, что российский футбол практически не появляется на Ютубе или мало появляется… Ну, как и в Инстаграме топовым запрещённым. Ну, то есть раньше куча нарезок была на 4-3-3. Сейчас, понятно, мы не можем туда попасть, но вот этот бы хайлайт там… Ну, я просто боюсь представить, сколько бы он набрал. Там Егоров считал, что они и так там… Ну, по словам Егорова, они что-то собрали больше миллиарда просмотров на разных платформах вот этот видос. Я не знаю, как они это посчитали, но окей. Да, если бы говорили на фразе «Если бы за каждый просмотр хотя бы порублю». Да. Ну, это было супер, да. Ты за этот момент проголосовал? Я всё-таки за развязку, потому что всё равно последнее цепляет. Нет, ну да, учитывая, что ты ещё и… Я за что и на проголосовал. Финал… А я не проголосовал. Знаете почему? Потому что по ошибке наш администратор продолжал проголосовать вся команда. И вот как бы три человека уже проголосовали. Ну, насколько я слышал, там не по ошибке, а там некоторым так и прислали, что голосует администратор. Просто случайно ошибку допустил человек, который отправлял вот эти анкеты. Ну, как будто не было. Я тоже заполнил анкету, которая, оказывается, не была учтена. Это я не внесили по этому поводу. Нет, ну мне обидно то, что не проследили за тем, кто голосовал. Это очень важно. Ну, наверное. А вот ещё хотел спросить. Вы сказали, что у вас всё занято по поводу Федоса. Да. Клюкин остаётся? Ну, пока нет никаких оснований. Он не уйдёт точно в другую медиакоманду, вот он прямо говорил. Ростов. Ну, если будет такая ситуация, ему решать. Вас удивляет то, что он говорит, ну я думаю. Ну, то есть он не бежит за этим вариантом, а такой говорит, я думаю. Ну, это всё-таки вторая лига. Вот, я думаю, что... Ну, мы с ним по этому поводу просто не разговаривали ещё. У нас был довольно сейчас сложный период. Очень неудачный финишер в ЛФЛ. У нас вообще никогда такого не было, чтобы мы пять матчей подряд не выиграли. Были ничьи и два поражения. Вот. Но, нет, четыре ничьи и поражения. Ну, в общем, такого не было никогда. Причём это началось в момент, когда, собственно, мы вышли на первое место. Вообще пипец какой-то. Вот. Ну, и такая ситуация была не для общения. Но мы найдём, конечно, время. Нет, у нас на самом деле много народу пытались сволочь в сторону. Мне кажется, все так и думали. Чек шесть. Нет, все так и считали, что вы сейчас главный такой кусок. Кусок, который хотят все растащить. Ну, кого? Досаева точно там интересуются. Нет, коли с нами остаётся, мы уже всё обсудили. Вот. Ну, его хотели. И Гранда его хотели. Да, его хотели, безусловно. Там была пара забавных историй. Могу вам рассказать. Значит, я еду из Волгограда. Я ездил туда на машине с моим помощником, водителем. Он много лет у меня работает. Вот. Ну, и едем обратно уже вечер. Настало время некой технологической паузы. Вот. Дождались заправки, где точно есть туалет. Вот. Соответственно, я захожу. Ну, я надеюсь, это никого не шокирует, что я пользуюсь туалетом. Вот. И мне приходит сообщение в этот момент. От Коля Досаева. Тут, говорит, просто типа смысл, что происходят важные события. Когда можно поговорить? Я как раз в этот момент усаживаюсь. И я так думаю, что я понимаю, о чём может идти речь. Говорит, ну, звони сейчас. То же дальше будет дорога. Там хрень какая будет. Связь и так далее. У меня ещё этот динамик вот в телефоне барахлил. Сейчас вот менял. Короче говоря. И вот так вот, собственно говоря, сидя на толчке, мы обсуждали перспективы трансферной Коль Досаева. Там мы решили? Памятный момент. Нет, решили мы, когда, естественно, когда уже я приехал. Да, я денёк поспал после этого, а потом мы встретились и, в общем, обсудили перспективы. Но тут ситуация очень простая, потому что мне представляется, что молодой игрок, которому я ещё 20 лет, в команде мейджоре его вряд ли возьмут сразу на безальтернативную позицию. У нас он о себе заявил, у него, так сказать, есть доверие тренера, почему ему нужно уходить. Кто ещё? Ой, Азамат, по-моему, просто по списку мне звонил. Прям реально несколько? Он вам звонил или... Ну, да, Коля его тоже интересовала, но мы с Колей уже к этому времени всё решили. Вот, вы будете удивлены, Азамат мне звонил насчёт Струнина. Вот, я только был удивлён, я говорю, ну разве я сторжу брата моему Авелю, позвони ему сам. Ну, вообще, думаю, что мы преданы единственной команде. Он, правда, не звонит, он пишет, а Азамат. Вот, удивляюсь, потому что я слышал, что у него звонки бесплатные от мегафона. Ну, могу и позвонить. Это тоже интеграция? Да плевать, Господи, какая разница. Наш эфир. Так, ну, он вам написал по поводу Струнина. Да. Потом, наверное, ему позвонил. Нет, он не звонил. Я Струнину сказал, что тебя тоже спрашивали. Неужели ты не понимаешь, что я не уйду? Прям вот буквально так и написал. Вот, ну и... Однажды в Россию сходил хотя бы? А Азамат так пытался? Азамат вербовать Викторовича. Да, пригласил на «Однажды в Россию». Да, Дмитрий Викторович любит это шоу. И они там вроде как должны были там переговоры. Ну, я не знаю, это должно быть, я не знаю, какое-то типа место встречи, но так, по-моему, и не состоялось. Ну, просто все думали, что у вас там человек пять точно заберут. Вадим Смельчаков. С Вадимом никто не разговаривал, насколько мне известно, по крайней мере, со мной. И мне Вадим ничего не говорил, хотя я его видел, в общем, и общался. Забрали только Иванову, правильно, пока? Да, он просто сам ушел, да. А еще Пономарев? Ну, к моменту, когда этот выпуск выйдет в эфир, мы уже расстанемся с Пономаревым, потому что он хороший игрок, но себя он у нас не нашел. Вот, условия у него достаточно высокие, и отдача, которая от этого поступала, ни меня, ни его не устраивает. Поэтому мы с ним, наверное, мы с ним точно расстаемся. Вот, и ничего, кроме удачи, я ему не желаю, потому что, в принципе, вот он тоже был, на некоторое время уезжал из страны, но до этого, в общем, в ЛФЛ котировался на уровне Кутуза абсолютно. Ну, статусно, во всяком случае. Мне кажется, он может стать прям звездой медиалиги. Как будто у него до этого про все есть. Я еще раз говорю, у нас он точно не заиграл и не заиграет. Вот, и с этим, в общем, практически полная ясность. Это из-за взаимоотношений с другими игроками? Ну, теперь уже да. Они не конфликтные, но они, как бы сказать, не такие, у которых можно желать. Вот, я к нему отношусь очень тепло, вот, и думаю, что это обоюдно. Вот, но в данном случае это абсолютно профессиональная причина. Я прекратил людей позвать вопросы, и сейчас я сам на них отвечаю теперь, да. Вы сразу сказали, что позадаем вопросы друг другу. Хорошо, да, Артемий у нас не продолжит карьеру. Кто еще уходит? У нас это все осложняется тем аспектом, что мы оставляем одну команду в ЛФЛ. Вот, и, наверное, мы не будем ставить перед командой в ЛФЛ каких-то по-настоящему амбициозных задач, как получится. То есть будем, конечно, стараться играть хорошо, вот, но, в принципе, вот этот финиш в ЛФЛ, он показывает, что команда выгорела во всех отношениях. Ее не хватит на два турнира, и мы не хотим больше этим рисковать. Но вы помните то, что мы вот обсуждали, когда вы только-только заходили в Медиалигу, и вы говорили про то, что, ну вот как пацаны после того, что они ее видят здесь, как им вообще эмоционально играть в ЛФЛ? И это тоже, да, безусловно. Это тоже трудно. Вот ты бывал на наших матчах, вот, правда, у Медведкова более комфортабельно, чем у нас на стадионе Дружба на фестивальной, там, в парке. Вот, но, тем не менее, ну, конечно, это совершенно несопоставимо. Вот мы когда обсуждали с нашим тренером Ильей в Волгограде, вот мы сидели перед игрой, я говорю, ну, а вот что ты в Калининграде не взял тайм-аут сразу в начале, когда команда три гола пропустил, там два из офсайда было. Он говорит, босс, я его называю мистера, он у меня босс, вот, он говорит, там ничего нельзя было сделать, они просто охренели от того, что вышли на большой стадион. Пока это не прошло, он говорит, ну, мы же держали высоко ленью, все-таки два-то гола из офсайда, там же без сомнения было, нормально. Ну, кстати, Кир Воробьев постоянно раньше в интервью говорил, что у Эгреси проблемы в первом тайме точно, что они трясутся. Пацаны боятся камер, вот этого всего внимания, и поэтому... Ну, сейчас уже нет. Ну, это в первый сезон, я говорю, когда захотите. Первый сезон может быть, но вообще-то у нас была еще Лига Ф, достаточно показываемый турнир, мы там тоже вложились в показ. Нет, я не думаю, что... Мне кажется, Кир преувеличивает. Может быть, какой-то конкретный человек стеснялся, но мне так не кажется. Вот, а сейчас... Ну, почему? Сейчас все нормально, даже на камеру играю первый ник. Ну, а сейчас у вас есть уверенность, что вы зайдете в следующий сезон МФЛ? Ну, именно вы пойдете? Ну... Понятно, что вас возьмут. Вот, нам нужно... У нас в конце февраля подписывание контракта нового. Сейчас вот мы отправили нашему партнеру, партнеру нашему отправили, да, версию. Посмотрим, что получится. Но если у нас будет как в прошлом сезоне, я думаю, что даже не стоит и начинать, потому что... Ну... Приятно, конечно, осознавать себя самой бедной и задеристой командой, но это не способствует качественному выступлению. Вы прям самой бедной командой думаете? Ну, во всяком случае, я допускаю, что вот, может быть, у Гуди было меньше денег, который сорвал там все возможные спонсорские соглашения. Но так-то думаю, что да. А кто? Мне кажется, где-то рядом, наверное, БАЗ был. Ну, я просто не знаю. Они начинали сезон вообще без титульного спонсора. Ну, а вы же... Ну, у нас с толком тоже, в общем, опять-таки, при том, что фондбет оказывает большую поддержку, но тем не менее, у нас даже в контракте с фондбетом у нас нет пункта команда. То есть, это просто ваш контракт? Ну, по факту да. Да. То есть, понимаешь, что есть команда, но она там... Не фигурирует как? Не фигурирует, да. Но вы же рассчитывали, что за счет вот этой медиалиги... Мы надеялись. Да. Ну да, вы надеялись, и что получится вызвать интерес у кого-то еще, у каких-то других, может быть, партнеров, спонсоров. Это получилось? Ну, я не могу ответить на этот вопрос конкретно сейчас, потому что у нас мы должны провести переговоры в первую очередь с фондбетом. Это часть нашего соглашения. Но я думаю, что теоретически, опять-таки, ну, как любое коммерческое соглашение, оно же там, где заканчивается совпадение интересов, оно может закончиться само. Нет, меня все устраивает абсолютно. Но, в принципе, мы хотим, чтобы конкурировать, нам, конечно же, нужно несколько больше. Ну, мы говорили про космические бюджеты, мы понимаем то, что есть бюджеты за 100 миллионов рублей за год. У нескольких клубов. Какой у вас бюджет на год? Если учитывать только медиафутбол без ЛФЛ. Да хотя, в принципе, можно и с ЛФЛ. Ну, ЛФЛ само по себе не такие уж большие траты. Вот, ну, не знаю, 50 нам бы хватило за головой, учитывая еще пару сборов где-нибудь в ближнем Подмосковье. Сейчас это в разы меньше. А? Сейчас это в разы меньше. Да, это в разы меньше. Пять. Ну, я бы сказал, пойми, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, когда тратишь свои деньги, их не очень считаешь. Я не веду учет. Вот еще 3 тысячи рублей, значит, на ремонт бутс там меньше сушили. Ну, там, или вот еще там снимок МРТ для похода к врачу. Этого, конечно, нет. Но я так думаю, что команда обходится в год, ну, миллионов 15, наверное, рублей. Слушайте. Считая продакшн. Ну, а вы как думаете, реально ли найти спонсора не букмекера? Не основным хотя бы как вот? Ну, вот отправили письмо счастья, посмотрим, какой она вызовет реакцию. Сейчас будет самое интересное, сейчас будут переговоры. Но я должен сказать, что в этом сезоне, вот в минувшем году, мы, конечно, наиграли. Мы просто даже чисто количественно провели на поле больше времени, чем планировали. И Форбот пошел на нас встречу, выделил небольшой транш в поддержку. Его почти хватило. Это ваше хобби, а были мысли прям закрыть проект? Я, у меня много друзей, ну, как, относительно много таких друзей не бывает много, потому что случаев очень мало, в принципе. У меня есть друзья, которые занимались профессиональными командами, вот, и глядя на них, и хороший знакомый есть, Сергей Николаевич Гальский. Вот, я точно на этом не разорюсь, вот, и не влезу в какие-то колоссальные долги. Сейчас вот более или менее, там, два месяца спустя после окончания медиафутбольного сезона, по крайней мере, команде мы точно ничего не должны, вот, слава богу. Но мысль о закрытии агрессии когда-то была? Ну, если я тебе скажу, что, как любой, в принципе, человек в наше время, разумеется, я думал, например, об отъезде из страны. Я твёрдо решил этого не делать, но я размышлял, естественно. Вот, если бы я уехал, спрашивается, зачем? Как это вообще возможно? Мне же интересно это смотреть. Вот, нет, я очень недолго, кстати, об этом думал. Но по большому счёту, ну, я не знаю. Многое зависит от того, насколько успешно идут наши коммерческие дела, нашего продакшена. Пока всё более-менее нормально, конечно, хотелось бы быстрее развиваться, но что есть, то есть. Вот, а вы какие планы имеете на будущий год? Я так понимаю, что вопрос о том, закрываете ли вы свой проект, не стоит. Нет, ну, да, мы точно не закрываем. Хочется, я вот думаю о том, как это всё улучшить, но мне хочется доделать то, что мы должны до конца года, и как-то выдохнуть. Я вот сейчас уеду в отпуск, схожу на Лигу чемпиона, послушаю гимн впервые за много лет. Да, то есть не на юг, видимо. Нет, и надеюсь, что впервые, ну, как бы, вот это ощущение даст мне какие-то новые идеи. Потому что хочу, у нас есть же три формата. Стол, тайная комната, белая комната. Два последних хотелось бы точно переделать, причём сильно. Серьёзно? Ну, да. А что их не устраивает? Сделать какой-то некруглый? Квадратный, может быть. Я просто, я понимаю, что формат, ну, вот это единственный формат, который мы точно сохраним в таком же виде, но хочется, чтобы когда человек включил новый сезон в феврале, он увидел, что это новый сезон. И мы думали, может быть, о каком-то новом постоянном резиденте. Может быть, ну, пока сомневаемся. Потому что чувствую, что вот тут хорошая история, там, где есть Федос и некий. Если кого-то ещё добавить постоянно, может быть, будет перенасыщение какое-то. И может быть, я понимаю, что, ага, вот этот человек, ему тяжело, Федосу с ним тяжело. Ну, может, три человека, допустим, в одновременно в которой появляются два. Ну, например, да. Rotation. Да, как вариант. Ну, мы думаем всё равно, как переделать стол. Ну, вот я хочу вот этого ощущения, чтобы человек, когда включал, он понимал, что что-то новое, а не что-то придумал. А почему не выходите в прямую? Не понимаю преимуществ. Мы практически ничего не режем. Ну, тогда почему не выходите в прямую? Ну, я, например, вижу, как коммент-шоу выходит в прямую, и мне не нравится. Мне нравится, когда в записи больше. Когда я могу там любой тайм-код нажать, всё уже там какие-то технические помарки срезаны. Даже какие-то правки по камерам. Да, какие-то, что-то можно реально где-то эмоцию какую-то словить. Мне это больше нравится. Я вот всякий раз думаю. Ну, я думал о том, чтобы… Не начать ли мне выходить в свою клубу в прямую, потому что это просто потребует… Во-первых, мне сейчас нравится не писать текст, а просто прорабатывать для себя какие-то темы, может, какие-то пометки делать, но не читать текст. А во-вторых, мне кажется, что если просто говорить в камеру, если исключить любой монтаж, любые картинки, что невозможно сделать онлайн в эфире, мне кажется, это скорее объединит. А так бы я выходил в прямую, спокойную. Есть ещё одна причина – это нынешняя жёсткость законодательства. И было несколько историй, когда мы что-то просто вырезали, потому что понимаем, что можно за это прилететь. Ну, прямой эфир лишает такой возможности. Ну, это мне понятный аргумент, да. Ну, это не ключевой аргумент. То есть, этих ситуаций было крайне мало за полтора года. Поэтому мне просто кажется, что в записи… Ну, мы думали о том, чтобы сделать, может быть, раз в месяц стрим, чтобы была возможность… Ну, для меня главный плюс такого формата, то, что ты можешь задействовать публику. Ну, не знаю, может быть, какой-то экспериментальный мы будем делать. Но то, что такой основной формат стола будет вот такой, как он есть. Я начал с вопроса о том, чем отличается программа «Медиа футбол» от программы «Про футбол». Я, честно говоря, для меня главное отличие, даже в рамках продакшена, в котором ты работаешь, в программе «Про медиа футбол» почти не говорят про проигру в футбол. Ну да, это факт. Вот, и сейчас я спросил про творческое развитие, и тоже вы, как вы, в этом направлении не планируете эволюционировать. Ну, вряд ли. Именно говорить про футбол. А что, вы не кликбейтно, или это не соответствует вашим интересам? Там, мне кажется… Не надо там глазами всегда… Не, мне кажется, просто футбол не такого высочайшего уровня, чтобы его прямо разбирать. Райзен тогда один раз сказал, нужна аналитическая программа, чтобы разбирали там тактики, схемы. Но, мне кажется, это вообще никому не интересно, и аудитория в медиа футбол, она все-таки, ну, в основном юная. Юная, но, понимаешь, ведь на самом деле команда, которая выходит на поле, строятся-то они по этому принципу. И пытаются что-то там реализовать, какие-то там вещи делать. Страсть это уже производная. Лично мне кажется, что это не будет так торгать людей. Ну, это точно будет, если это будет, это будет достаточно нишевая история. У меня не хватает квалификации, чтобы это разбирать. Ну, то есть, вот в той программе про футбол итоги это делает Дорски, но он это умеет. Я это не умею. Я не смогу подмечать такое количество деталей, я не умею так смотреть футбол, как он. Достигает с упражнением, да. Вот, и я просто не знаю, кто бы мог. У меня была какая-то такая просто мимолетная мысль, когда мы послали Звездина, Кузнецова и Миллера, что мы остались после стола, и они говорили, вот, может быть, что-то вот такое сделать, как разбор футбола от тренеров. Интересно, я не знаю. Не уверен, правда, что это прям реально будет смотрибельно. Ну, во-первых, что-то подобное делает Шамиль Курбанов. Не сказать, чтобы у него это шло. С точки зрения просмотров, я имею в виду, содержать на это, в общем, вполне интересно, может быть. Ну, да, ну, да не, ну мы же объективно понимаем, что в медиафутболе, ну, люди, они не будут прям смотреть за тактическим разбором. И вот такими даже, даже не может быть не совсем глубокими, но какими-то вот интересными деталями, которые подмечаются. Разбор-то как у Дорского, ну, вот это вот вообще идиотская ошибка, например, да, про что-то сказать, если можно. Или ну как это вообще может быть? Где вы нашли этого вратаря, например? Ну, возможно, да. Ну, я не знаю, пока не понимаю. То есть я понимаю то, что у нас есть вот эта же программа, она должна выходить желательно сразу после тура, правильно? Да. А у нас есть стол, который выходит сразу после тура. И, соответственно, этой программе точно придется подвинуться на день, а может быть даже на два. Потому что, ну, странно выпускать там, например, во вторник и в среду две подряд они будут перебивать друг друга. И, соответственно, придется делать какой-то выбор. Одно будет отбирать просмотры у другого, и я не уверен, что тогда получится вот прям полноценно запустить вот эту историю с такой футбольной программой. Ну, понятно. Как мысль интересна. Ну, то есть мы подумаем точно об этом. Ой, ну ладно. Хорошо, ребят, спасибо большое. Вот, в принципе, мне все говорят, что подкасты получаются короткими, но мне кажется, что час вполне достаточно, чтобы поговорить с интересными людьми. По крайней мере, у меня нам больше не хватает вопросов. А тут мне еще, собственно, ребята и сами помогли. Заканчиваем? Или что-то, может быть, поскольку мы такой формат избрали, может, вы мне еще о чем-то не спросили? Понятно, обо всем спросили. Да, Себастьян Терлецкий, Ваня Неклассик, вообще даже не знаю твою фамилию. Иван Кириллов. Иван Кириллов, да, вот Иван Кириллов. Вот кто бы такой это был, спрашивает. Ваня Неклассик, да. Были у нас сегодня в подкасте. Спасибо, до новых встреч в этом формате и в других. Кириллов. Медвеси. Дом. «Евры иції» Субтитры создавал DimaTorzok